Сконструировать модель любимого самолета или самостоятельно собрать робота. Техническое творчество всегда привлекало детей и подростков. Активно развивалось в Советском Союзе, но вот в 90-е классическая картина пришла в упадок. Резко пошло на спад количество занимающихся и преподавателей. Сейчас задача, которая стоит в том числе и перед Щелковским районом – возрождение лучших традиций технического образования детей. Проект на эту тему в рамках общественной презентации представили специалисты Центра «Лесная сказка». Цель проекта – создание условий для развития и популяризации технического творчества среди детей. Пока ребенок не возьмет в руки лобзик, пилу, не сможет создать или изготовить свою модель самолета, он никогда не станет инженером или конструктором. А такая задача в стране сейчас актуальна. Попробовать свои силы можно в Центре «Лесная сказка». Здесь работает спортивно-технический отдел. Правда, для его дальнейшего развития требуется совершенствование материально-технической базы. Сейчас его посещают около 500 ребят. Занимаются они по 14 направлениям. Моделирование, судомоделирование, компьютерные технологии, радиотехника. С апреля месяца мы попытались ввести робототехнику. В сентябре педагоги «Лесной сказки» запускают районный проект «Мир технических открытий». Попробовать себя в техническом творчестве смогут школьники всех возрастов. В Щелковском районе будут расти будущие инженеры и конструкторы. Поддержать проект очень важно для ранней профориентации ребят, считает депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он полностью поддержал инициативу работников дополнительного образования. Есть две главные задачи. Первая – это поддержать организационно-законодательность, что, наверное, и должны органы власти, и исполнительные, и законодательные делать в этом направлении. Уже многое принято. И программы есть, и финансированные соответствующие. Второе – это создание материально-технической базы. Это нужно возрождать шаг за шагом. Наталья Медведева, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».